Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. На этот раз новость касается вопроса учета сверхнормативных потерь. Данному вопросу посвящено очередное письмо Минфина, реквизиты которого вы видите. В этом письме Минфин сделал два важных вывода. Первый вывод указывает на то, что сверхнормативные потери не могут учитываться в качестве материальных расходов. Вместе с тем Минфин указывает, что это не исключает учет соответствующих сверхнормативных потерь в качестве расходов. Однако данный учет возможен при определенных обстоятельствах. Во-первых, данные сверхнормативные потери, убыли, они должны образоваться в результате недосдачи либо хищения. Это первое условие. А второе условие, что отсутствуют виновные лица при этом. Ну, потому что они даже не то, что отсутствуют, они не установлены. Вместе с тем Минфин указывает, что необходимо документальное подтверждение того, что виновные лица не установлены. И в данном случае и возникает большинство споров между налогоплательщиками и налоговыми органами по поводу документального подтверждения отсутствия виновных лиц. Поскольку достаточно сложно получить такие документы от правоохранительных органов в силу определенных процессуальных особенностей. Данное письмо налогоплательщикам следует учитывать в своей деятельности и при учете соответствующих расходов, либо принимать соответствующие выводы во внимание, либо учитывать риски, которые связаны с учетом сверхнормативных потерь в отсутствии условий, на которые указывает Минфин. На этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.